Защита материнства и детства – одна из приоритетных задач, которая стоит в государстве. Помощь и поддержка, наблюдение, консультация – все это при своевременном исполнении – залог здоровья будущих поколений беларусов. Как сегодня работает эта служба и какие задачи перед ней стоят? Об этом и не только шел предметный разговор в рамках областного совещания. Его участниками стали специалисты педиатрической и акушерско-гинекологической службы. Это очень стратегически важные службы, это реактивные службы, где приходится принимать решения незамедлительно и очень быстро. При всех тех достижениях, которые мы имеем в плане показателей работы, у нас довольно-таки одна из низких в стране показателей младенческой и детской смертности, идет дальнейшее совершенствование материально-технической базы педиатрической службы. Один из главных результатов 2021 года – открытие нового корпуса детской областной больницы, где и проходило мероприятие. Благодаря его вводу расширились мощности самого учреждения. Кроме того, появилась возможность отремонтировать и другие отделения, находящиеся в старых корпусах. Новая пристройка, она функционирует, она действует. В принципе, довольны и посетители, и пациенты, и законные представители, ну и, естественно, и наши кадры тоже. А вопрос стоит реконструкции теперь корпуса 1 и 2, или как он по-старому называется, АБ. В принципе, это состоится уже, это решение принято. К слову, в 2022-м реновация продолжится, в том числе и в регионах. Работа над отдельными проектами в сфере детского и взрослого здравоохранения уже в процессе. Мы будем продолжать строительство хирургического корпуса в Малорите, значит, в Ганцевичах. Кроме этого, в этом году планируется начать строительство стратегического объекта для Брестской области. Это хирургический корпус Брестской областной больницы. Во всех районах дальше будет продолжена работа по модернизации кислородных систем. Будет закупаться современные лекарственные препараты, изделия меднозначения. Плюс мы будем совершенствовать наши подходы в оказании медицинской помощи, как на амбулаторном, так и в стационарных этапах. Стоит сказать, что свой вклад в работу медиков внесла пандемия. К сожалению, коронавирус сказался на течение некоторых детских заболеваний. Появилась большая потребность в том, чтобы отдельные моменты взять на особый детальный контроль. Появились какие-то новые системные заболевания. Стали дети, увеличился рост сахарного диабета. После перенесенной коронавирусной инфекции на 34% мы видим детей с первое выявленным диабетом. Коронавирусная инфекция, конечно, внесла в свой вклад и в работу нашего учреждения. То есть за два года нам пришлось немножечко пересмотреть свою работу. У нас был открыт целый корпус под инфекционную патологию. То есть какие-то отделения мы сместили, какие-то были теснее. Несмотря на это мы продолжали и внедрять новые методики какие-то лечения, новые методики исследования детей. После введения нового корпуса в строй. То есть у нас улучшились и условия пребывания и родителей, и детей. Улучшились условия пребывания и самих врачей. То есть нам дают больше такие возможности. Что же касается планов на 2022-й, то в числе приоритетных позиций останется кадровая политика, расширение медицинских возможностей, а также усовершенствование подходов работы по ряду заболеваний. Продолжение следует...